Ложные слотам расширения в передоровке корпуса. Ну, конечно, вряд ли игроки будут что-либо сильно менять, но все равно это очень забавно в любом случае. И в R появилось, как мы видим. И в R появилось, да, да, мы сейчас приедем. Так, ребята, DI против NL, третья карта, решается, кто будет проходить на OneFinal, это последняя карта. Ну, сразу же взяли. Вообще, это DI взяли, Windranger, не... Да, да, украли, украли. Пангальер, кстати. Да, Пангальер сразу же. Хобот, это Off-Wayner. Да, это Off-Wayner. Фредди, если не ошибаюсь, это Off-Wayner. Это был мидер. Это мидер, разве? Это кунка. Да, это кунка, да, ты прав. Это будет мидовый. А вот это кто? А, вот кунка, знаки вопросов. Да, знаки вопросов. А Фредди, это Off-Wayner. Фредди, это у нас был Off-Wayner, да. То есть это Виноманцер и VR-к у нас Off-Wayner получается. Лина, Сова, мид. Опять-таки, саппорт Джакиро. И добирается у нас Керри и Фантом Ассасин с тройным дайгером на 20-м уровне, вместо Дайнова. Да, только что это Вири, но все, он сверху выглядит как-то посолиднее. Сверху выглядит пик стабильный в плане того, что если Фантом Асси получает фарм, то его останется таким пиком, который снизу, реально крайне сложно. Да, так и есть. Кто знает, возможно Фантом Асси берет БФ и критонет всеми тремя. Под БФчик. Да, это будет больно. Это реально больно пить будет. Это ты уже представил. Да, я уже представил. Это реально больно. И реально больно. Будет смотреть. Итак, что у нас тут есть? Да, по составу уши мы будем проходить. Те же самые, да, нет, неважно, все уже видели героев, я думаю. Но в любом случае, стоит обратить, давай ты как профессиональный игрок проанализируй. Вот какие шансы у коллектива есть? Кто выиграет вайн-стадию по героям, именно по героям? Кто в теории сильнее и так далее? Что тебе больше нравится? Мне больше нравится, скорее всего, матчап на вайн-стадии даже да. Да, Лина легко очень выиграет у нас Штерм Спирит в миде. Легкая линия тут, ну, мне кажется, очевидно, должна быть за Джокиров на том Ассасе. Просто есть мильки сильные, да. Они очень хорошо и будут стоять. Вот как раз таки 7-17 можно прочитать. Стифлиндагер, слаур, это же Скилл, 1, 2, 3, 4, на 1, 6, 5, 2, 5, 3, с чем-то там. В это время, кстати, Анеу, агрессировали и забрали 3 руны, очень неплохо. Хорошая начала, когда тут еще будет. И первая кровь, Примаси остается очень мало здоровья. Пытается упрекрыть здесь Фредди, использует Fairy Fire, здесь Примаси. И все-таки выживает, начинают там бить еще и Фредди. Фредди тоже остается крайне мало здоровья. Как же не везет здесь команды Анеу. Стифлиндагер, Фредди на первом новеле у нас Шайку Шотом. Он хотел спастись просто своего Тиммайта, Примаси в этом месте нашел. И, видимо, спас. Фантомием пытается здесь уйти, как же хорошо Роккасан, да, укушение сразу по нескольким героям. И, в итоге, все равно... И, скорее всего, надо идти на Шайку. Да, скорее всего, надо идти на Шайку. Так это и делается. Но это очень забавная агрессия, конечно, была одна НВА, в итоге так никого не убили, но нервы пощекотали. В миде мы видим Шторм спирит всего лишь 2-1 крипа, и уже 2-1 левел. Тем временем, как Лина только-только взяла. Просто громовой дух сильнее, чем... На самом деле, 25% опыта ты добиваешь вроде бы и крипа, но, на самом деле, ты получаешь реально как в обычной доте, для обычного крипа. Да, так и есть. Поэтому стоит добивать, стоит заниматься... Вот он добил. Лайн-стадия в турбомоде значительно важнее. Ну, не то, чтобы значительно важнее, но отыгрывает куда большую роль, чем в обыкновенной доте. Потому что, если ты выиграл Хламину все три линии, по противнику просто, ну, он не вылезет из той дыры, куда ты его загадал. Идет от агрессия в Хобота, интерес могут ли его забыть. Но вот тоже лежат на ВРК. Действительно, 2 саппорта подадут ли забыть Фредди, Фредди дал очень похоже. Странно, что не заши кашотил твоих персонажей, и Фредди продолжает по Примаси. Первая кровь убили Вин Рейнджер, так еще будет вторая кровь, бывают в Примаси. Нижняя сторона, конечно, много повторения прошлой игры. Для Файр, что очень хорошо. Ильина немножко все-таки выигрывает шторма. 6-3, 6-1. Ну, это должно произойти, Ильина в целом сильнее шторма. На линейной. Да, большой ранж атаки. Забавно, не добил крипа, но не до этого. Тут он с дефолтным противостоянием на топе пинает Хобота, но не так сильно, как хотелось, он уже четвертый левел. Да, у него есть к тому же стики, есть сальва, поэтому он в любом случае будет выживать. В Фейнер, в турбомоде я заметил, очень просто жить, он может просто доносить себе сальвой. Добил одного крипа, сотку холода и получил, и несешь сальву, и получаешь опыт. В противесе против Хобота стоял бы 3-па, то он бы там вообще в крипа не подходил, был первый уровень на пятом минуте. Я думаю, если бы там стоял 3-па, было бы лучше, потому что на боте, по крайней мере, было бы в Праймассе не первым, а вторым. Да, Праймасс здесь, конечно, опять уграет. В Френдит был бы вторым. Обидная смерть, конечно же. Праймасс, если что-то во второй игре подойдет. И Линокс. И все-таки. Да, и соло. Это было соло от Линокс. Как я говорил, все-таки воин стадис сильнее у команды Дар, но в топе мне не понятно, почему. Не успеваем мы смотреть, как у нас фэр-шторм. Видимо, решили ставить одно, только потом ассасин, но на пангальера, думаю, что он сам с ними справится, и Джекир отправился вниз, и сразу же умер. Так есть, в том ассасин на самом деле справляется с пангальером, только вот этого крипа. Ну, на самом деле, как человек, который очень любит играть на пангальере, мне кажется, при нормальном раскладе, а у пангальера нормальный расклад, он может очень сильно погонять здесь Moonrise, потому что у него есть куча нюков, куча способностей, он может просто их активно использовать, потому что у него есть арканы, маны много, так что, в принципе, мне кажется, пангальер может погонять. На самом деле, проблема Moonrise в том, что у нас фэр-шторм все-таки понимает, как работает этот деймин. В чем мы различаем игроков в классе, то, что фэр-шторм собирает у нас стики, аквила, то есть артефакты, которые дают непосредственно статистику. Ну, бонус, да. Вот о чем я говорил, хобот, вот, пожалуйста. Потому что у нас в Хантоке не купил ничего после автонсер-хобот, просто ничего. Действительно, это, да. И вот такие, все, вот, 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 вот эти разницы, собственно, в ММРе. Да, зависит. Вот эти две 200 гауды и вот эти две 200 гауды. Да, ну, это разница, конечно, серьезная, этого согласен. Пауэл здесь тоже, нет, все-таки он спасается из-за огня и льда, которые он проскидал везде, очень мало здоровья стоит за фэр-шторм, он лишил на килл. Фэр-шторм, 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 фэр-шторм здесь почти мертв, стоит, у него очень мало здоровья, очень неплохой аспас, это возможность может спасти Фредди, он выпивает сальву, действительно его и спасает, пытается здесь убить еще и Пауэл, Пауэл все-таки умирает, фэр-шторм мало здоровья, у него уже нету никакой активной и быстрой регенерации, только и Станко, и все-таки фэр-шторм здесь уходит. Ну, приятно, убили только одного Джекира, могли бы убить еще Джекира, сверху идет инициация к Мунрайзе, опять Мунрайзе прогоняет, но вот почему мы говорим. Иницируй здесь уже, пожалуйста, в Лину, получил как только ультимейт Бомбадир, сразу же его использует, неплохая игра, будет он покупать дальше Каин. Получил ультимейт уже давно, наверное. Ну, я имею в виду, получил возможность использовать его как-то. Да. Один килл семьсотовый. Да, и плохо. Уже 6000 минет преимущество, Е9-1 счет, так что у него здесь очень хорошо, опять не смог глушить здесь в Фредди своего противника, неужели дистратор здесь выживает, нет, все-таки он умирает. Праймес опять же должен умирать от Firestorm, а в это время еще Павла. Да, ну, фарклер, если его не сильно гонять, он очень сильен, потому что... Тупо один стал, когда Пашка 6. Да, ну, игра, конечно, Phantom Assassin's проиграла сама себе игру определенную. Бубук, он купил здесь ринков как Вио, Magic Sticks, Magic Wand и всего в таком стиле, для этого ситуации было бы лучше. Только что они забрали четыре руны, все руны, абсолютно, которые только можно. Водотворцу можно заметить катастрофу, которая надвигается с медленными методичными шагами в команде DI, потому что Фандомка очень-очень бедная, Лина также не самая богатая, в то время как Пангольвера. Тут Firestorm, на самом деле, может сейчас стрять довольно-таки, потому что у него ползавный такой гангер. Да, действительно, слишком много замедления, глушений, все-таки его убивают. Все это время происходило в убийство Лины. Втроем этот, в пенале. Ну, неважно, на самом деле, вот это убийство Фандомантера не особо сильно решает, потому что все равно главный сноубол в команде это Storm Spirit, его контрить в этой игре абсолютно нечем. Попытается он здесь еще убить, только что он убил Фредди, убьет он еще здесь и Primacy. Посмотрим, что они будут делать с Павой. Павой все-таки у него есть или порт, но Салатар все-таки использует свое оглушение и не сможет идти двойной Дракону. Ну, деньги, деньги, деньги мидеру почему бы нет. Ультраки, великолепно, почти Реймпридж. Легенд у Клинии есть. Очень мало здоровья, остается очень у Фантомки, и она здесь должна умирать. Гоняет за ней Firestorm, появляется здесь, конечно, Фредди. Фредди прикрывается в его керри, это оказалось достаточно. Хобот подходит, он наука отталок, но все-таки убил из-за того, что у него ультимейт. Он использовал свой ультимейт, надо еще кого-то убить, почему бы и нет. Очень много здоровья, хорошие статы. К сожалению, по игре всем промахнулся. Опять умирает Лина, еще дальше она по деньгам отстает от своих противников, от своего конкурента. 12000 монет преимущества на седьмой минуте, слишком много. Прайма сидит тоже должен, все-таки он выживает, потому что сам лично под штурм. Ты все-таки шторм взял тот самый леген, о котором я говорил и сейчас приеду в топе. Да, он в основном все оставит маны, там должен всех аннигилировать, всех убить. Громовой дух не прощает такие ошибки. Фредди стоит очень мало здоровья. Улетает он как раз Фредди, но спрятает слишком много маны, выйдет слишком далеко, потратил только что слишком много маны. Он все еще под регеном. Да, все еще под регеном. Я думаю, что его сбил. Хорошая работа тогда Шторм Спирита, великолепно. В это время умирает и Фантом Асазин, но также умирает еще и Фантом Лансер. Это очень важно. Шторм Спирит безнаказанно бегает, убивает еще и Лину. Так же сейчас он скорее всего похоронит здесь Праймаси. И это официальные похороны команды DI. Что можно сказать. Переиграли по всем фронтам. Проиграли везде все что можно проиграть. Не надо его донать. Он по идее должен джукать спеу. Да, он выживает. Все нормально. Хотя на самом деле он может умереть. Он может умереть. Он очень плохо джукал спеу и его даже не донали. Его убил Виномансер. Да, 1151 монета это конечно же сильно. И в одно мгновение, я прошу обратить внимание, Виномансер становится самым богатым персонажем команды DI. Очень забавно. Ха-ха-ха-ха. Въезжает Реклама на Лину. Там есть у меня конечно Юл. И это на самом деле оттянет время. Ой, был бы хороший Шеклуршот, если бы не задолжил Фаршторм. Тупые иллюзии почти уберили. Да, конечно же. Надо въезжать на Фаршторм. Опять неужели он здесь умрет? Опять? Нет детекшн. Нет детекшн. Невидимость невоззимы. Не забывай. Невидимость невоззимы. Фаршторм все-таки не хочет прятаться. Неужели, неужели он... Да, он здесь играет. Нужно было все-таки стоять невоззимы. Хобот переехал. Хобот. Такое-то странное. Потому что Блинг использовал. Он понял, что Праймаси – это его цель. Говорит, он просто бомбардил. Дауэнд, фу, что он влетит вправу, упал и убил. Умерет еще и Праймаси. Учитывая, что перед этим его умело Алина, это еще одна глобальная смерть команды DI Team Vibe. Полная переигровка по всем фронтам. А Веномансер все дальше и дальше отрывается от своей команды. Он еще богаче стал уже на 3000 монет. Якорь. Да. У него есть академия. Якоря, а Веномансер тащит все академия. Так, действительно, и есть. Посмотрим, что дальше будет команда... Мне нравится конвой команды Рэнди. Просто по миду, в драку. Да. Хобот сейчас убежит домой и Тара, правда, телепортируется. Скорее всего. Нет кунки, чтобы садить на крест и возвращать обратно. Да. Ради этого стоит выбрать героя. Конечно. Конечно. Кстати, надо позадуматься на такие герои. Довольно не... Ой, в топе у меня камера куда-нибудь уехала, а тут... У Фотомансера все-таки их поймали. У Фотомансера вообще очень мало здоровья. Не стоит ему так вот подставляться. Он только от двух нюков потерял уже полное другое. У него нет регена, на самом деле. В команде нет ни урны, ни урны. И в таком моде, мне кажется, урна... Да, урна это супер. Да, вообще, согласен. На какой-нибудь Дизраптора. Это очень много надеет. Абсолютно согласен. Но он здесь будет... Дизраптор здесь будет собирать... Ни одна, ни другая команда не собирает. Хотя, наверное, на Монсера можно было, опять же, таки... Инвестировать вместо какого-нибудь стаффа. Он хочет собрать, видимо, Аганим. Понимает, что раз все Акареа, а он капитан, ему нужно как-то реинформироваться. Ну, капитан, мне кажется, здесь... Ну, потому что розовый слог. Почему? Есть понятие капитан команды, а есть капитан игры. Вот он капитан команды, определенно здесь. У Ди, конечно же, здесь очень большие проблемы. 17 тысяч монет преимущество у НЛ. Ребята в НЛ все-таки решили закончить игру очень осторожно, не спешить. Решили уничтожить все внешние строения. Т1 будет сейчас падать. Ничего не могут сделать здесь Ди. Даже при условиях какой-то идеальной игры, у них нет какой-то инициации грамотной, которая может убить всех. Фантомастер так купил Shadow Blade, будет кого-то инициировать. Хорошие здесь инициации. Быстро сотрудников. Виномастер, напоминаю, что Виномастер самый дорогой персонаж команды DI, поэтому терять его это было, вероятнее всего, ошибка. Забавно, этот репорт. Да, очень неплохой, этот репорт. Пытается здесь спастись. Умирает здесь Т2, вероятнее всего, будет захотеть еще и наверх. От 20-го камня, есть только Джек Киро и его ультимейт. Собственно, он, скорее всего, сейчас его даст, чтобы просто задержать крипов. Инициирует там уже Файр Шторм. Съезжай, вы, Дракузан, скорее всего. Странный ультимейт, если честно. Но, тем не менее, Файр Шторм теряет половину здоровья. Шторм Спирит летает почти не всю ману. Умирает там, конечно же, Твин Хэд Дрэгон. Умирает здесь еще и Лина, инициирование. Шторм Спирит летает по всей карте абсолютно безнаказанно. У нее нету Блотстоуна, поэтому вряд ли он тут уже сможет дальше продолжать так безнаказанно парить на карте. И падает здесь еще и Т3. Ничего не смогут делать команды ДиАй. Большая манурия на Шторма. Но, тем не менее, безблотстоуна уже не то. Игра закончилась, Блотстоуна зачем? Хороший Файр Кап, 2200. Да, и ноль монет, конечно же. Использует... Хороший ультимейта Дисраптора. И, конечно же, моментально здесь убивают и Прайм, и Си, и Лину. Это самый важный персонаж команды ДиАй. И уже может даже нечего делать. Велпоит, говорит Бомбадил, очевидно, давая комплимент своему товарищу Капитану Рокозану. Действительно, он здесь... Хотя нет, это был Пантомем. Кстати, я прошу обратить внимание, опять четверка и пятерка в команде Next The Lives с ним почему-то сменились. Мне кажется, потому что против Анелла начали банить Паджо, а Пантомем хорошо играет только на Пабжо. Возможно, я не уверен. Инициирует здесь Джакиро. Убили его здесь моментально. До конца дерутся ДиАй. Стоят от этим должное. Не сдаются. Хотят все-таки поиграть как можно дольше. Надеяться на чудо. Но, к сожалению, умирает здесь Мунрайз. Мунрайза... Какие вообще предметы у Фантома Ассасина? Мне очень интересно. Фантома Ассасин у нас... Да, ну очень качественно. Скоро! Очень скоро будет в Батуе Фьюри. Действительно. Но сдаётся команда ДиАй. Игра закончена. Мы поздравляем команду НЛ с прохождением в лан-финал нашего турнира. И они смогут приехать в Киев и поиграть в живую, перед живой публикой. Живыми комментаторами. Нами. Да, ребята. Мы живые. Мы живые. И доказать, что именно они достойны победы. И едем с Киевом. Да. Они же на лане, кстати. Надо ребят сразу же позвать. Всем привет. Мы очень рады поздравить первых ребят, которые едут на лан. Едут на метро. Или на маршрутке. Поскольку очень круто. И мы горды, что первая команда, которую мы отобрали в наших закрытых квалификациях, это именно киевская команда. Это супер круто. Мы очень рады. Во-первых, ребята, если вы смотрите стрим, мы сразу запишите нам в Дискорд. Приезжайте в гости. Мы тут уже пьём за ваше здоровье, в первую очередь, конечно же. Но это круто. Это круто знать, действительно, первый коллектив. К вам присоединятся сегодня же три команды, которых мы через две недели увидим в Киеве на лан-финале, кстати, в Мариинском парке. Мы завтра анонсим. Да. Так это инсайдики были? О-о-о-о! Мы завтра анонсим, что лан-финал будет в Мариинском парке. Так что первыми об этом узнали, дамы и господа. Ну что ж, первый по три закончено. Дальше будет очень интересный матч, если я не ошибаюсь. Первая карта АСАП уже состоялась. И АСАП уже выиграли. То есть это АСАП и Эволюшн, это наши тир-1 коллективы. Это очень крутые команды. Это очень сильные команды, да. И мы прямо сейчас заходим в ИХРУ, чтобы успеть посмотреть этот матч на основном канале. Увидимся через две минутки. Да, ребята, ждите здесь буквально одну минуту. Если не снимать эту панельку, то войдут в видеотарты длиной до 300 мм. Что в принципе также неплохо, если учесть ровные габариты баронтей слитки. Внутри корпуса для охлаждения процессора установлена система жидкого охлаждения DeepCool Captain 120X. Заправлена и полностью готова к эксплуатации. Радиатор системы жидкого охлаждения соединен шлангами не только с помпой, но и с датчиком потока жидкости. Он размещен на боковой стойке корпуса, оснащен подсветкой и хорошо виден через стеклянную панель. Что касается корпусных вентиляторов, то он баронтей слитки только один, без опознавательных знаков на задней стенке диаметром 120 мм. Работает на выдув из корпуса и вращается с постоянной скоростью около 950 оборотов в минуту. В России цена состоит от 7800 рублей до 10000. В Украине от 4050 до 6000 гривен. Вот мы и посмотрели, друзья, на прекрасный корпус от DeepCool Barron Case Liquid. С вами был Илья, студия ZRTV. До новых встреч. Пока! Всем привет, друзья! И сегодня мы с вами делаем обзор на компьютерную мышь Razer Mamba Plus Firefly. Компания Razer не безызвестна своими девайсами для геймеров, для киберспортсменов, ну и конечно же для просто любителей игр. Ну а мы-то истинные ценители, конечно же, посмотрим в нее вблизи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень интересный матч, потому что это бо-3 Первую карту уже выиграли SF Поэтому будем выиграть, что здесь происходит Да и сцен, я так понимаю, да, действительно Dair — это команда SF, Radiant — это команда Evolution Уже началась играть, вот, 50-ая секунда Как видим, мясорубка происходит с самого начала Просто бесконечная Ребята не хотят успокоиться, хотят убивать всех Как тебе вообще герои? Тут очень много необычных героев для DimaTorzok Для нашего турнира Справа более-менее все нормально Слева идем и деремся Ну, в принципе, там и там за рубах Будем скорее, как они будут исполнять это все Будет интересно смотреть на Death Profit Потому что очень редко видят в утром моде Потому что ультимейт слишком большой Кудан для использования В то время как Darkview тоже редкий герой Но, с другой стороны, взяли очень довольно-таки популярного Jakiro Взяли сигнатурного Monkey King'а И неплохого St. King'а Поэтому есть с чем бороться Но слева, если честно, выглядит герой Конечно, более классический Тут здесь инициация в St. King'а Плотает здесь его убить Но, с другой стороны, кто-то от кого будет убивать Очень неплохую Как же повезло Знаменитые 17% Это все патчи Это все патчи Это все патчи Это все патчи Играет с командой Сэпп Спиритбрекер тоже выжил Буквально на крополях Там почти ничего у них не осталось Здоровая игра на самом деле Согласен Микро-моменты Ребята, конечно, хорошо Играет что те, что те коллективы Они топ 100 Топ 200 Топ 300 И Европы Все абсолютно Поэтому это действительно Матч фаворитов И они Бежит под флаской Уже третий раз подряд Бежит здесь Спиритбрекер Пытается кого-то инициировать Неплохую способность здесь использует Натаниэль А никого не могут убить Сангин выкапливается Испаунса И Даркиилл просто нажимает Спэл И тоже не получает урона Да, тут очень сложно действительно воевать И лучше бы я на месте Спиритбрекера инициировал Усоманного Манки Кинга Потому что Нефрит У Нефрита, конечно же Имеет 1-0, кстати Да Кстати, прошу обратить внимание У сварка очень большие проблемы Он добил 6 крипов То есть У него сложно стоять на линии И возможно в будущем Это лукнется команде эсэп Прошу прощения Команде эволюции Киа Спирит и Мак Флай, кстати Оба Все-таки добились здесь Натаниэля Все-таки Спиритбрекер Добился своего И умер здесь Натаниэля Но в размере на сварка Да, в размере на сварка Ах, я только сейчас заменил Действительно, в размере на сварка Да, это не очень хорошо Хорошо, кстати Спиритбрекер Умирает еще и дейсэп Да, ну Андроорда, откровенно говоря Сложно стоять против макетинга Противопассивки И Тем более Джекир Инверсальный герой Туромада Да, согласен Ну и действительно События здесь Очень активные Нравится Мне наблюдать за такой игрой Но стоит обратить внимание Что все-таки У команды эсэп Делают получше на линиях Потому что Сэн Кинг добил очень много крипов На удивление И то же самое Что сказать про Death Profit Но Какая-то Вакхава происходит с керри Обеих команд Потому что Манки Кинг Буквально 15 крипов Добил одну минуту назад И столько же Прямо сейчас добит И 6 крипов Те же самое Сварку У ребят Какие-то проблемы И не хотят им особо помогать Свои саппорты Здесь Дарк должен Теории умирать Гонит за ним дальше Здесь Нефрит все-таки Прикрывает своего саппорта И добьет Скорее всего Он скорее всего не умрет Потому что у него сил И добивает Почему-то Алик сам себя Подставил Здесь умер Не надо даже гоняться за Дейсентом Хотя-то Какой же хороший Могу быть АСПС Он хоть немного длиннее Но, к сожалению, он умирает Но у него мало брони Поэтому Деспрофит В соло В соло В соло В соло Вспирит все-таки умирает Ну, мы будем откровенно Лина в целом сильнее Деспрофит на линии Матчап равный, но В некоторых случаях Плюс еще когда ультимейт Ну, кстати, Деспрофит тоже Катирина ультимейт И Лина сразу защищается на мот И Убивает она здесь Рулит Рулит Кладкой пока Макфай молодец Побеждает здесь Здесь также умирает Еще и Вандерворд Сверху Какие-то бесконечные битвы Происходят Пятая минута А уже 12 убийств Серьезно, ребята, остановите Пожалуйста Я понимаю, что вы любите убивать Но придержите свою жажду крови Для ван-финала Дальше здесь инициирует Манки Кинг Попытает забрать все руны Вряд ли он уйдет в лес Пока что у нее только нет приметов Как же Лина Десять на восемь Да, душит она Определенно она душит Три ноль на ноль Три ноль у нее счет Три убийства Ноль смертей И это очень хорошее Забавный принцип Турбо-мода Как только Лина убивает Инициирует здесь Death Profit Она опять умирает Ультимейтом Да, она получает колоссальное Пролюсство В том факте Что она идет на бот И убивает еще нескольких героев Да Спектраль здесь почти умер уже Но дальше используется Ультимативная способность Я не знаю, что с этой Лина делать Ее не остановить Ее просто не остановить Ну, как бы, хорошие несколько оглушений Двенадцатый уровень на пятый Там есть Сэн Кинг Там есть Джек Еро Можно просто поймать Артефакты соответствующие У нее уже Уже летит EU Скорее всего к ней в курьере Да, скорее всего Но я не уверен А вот только приобрела Просто сейчас купила EU Он к ней летит Согласен Но в целом Да, конечно же Лина Здесь это самая большая проблема Это же видно по NetForce Как видите 7000 монет Приезжающий конкурент 5000 Разница 2000 Это очень много И сразу смог Со Шрайном разбивают Но также стоит обратить внимание Что все-таки Вот это преимущество Которое есть в линии Это единственное преимущество Которое есть А это серьезная штука Да Первая Светлина и все Игра перевернута Так есть Просто надо фокус Правильно выбирать Как же здесь Monkey King поймали Обидная смерть Очень обидно Неудержимость на линии При том, что Это будет серия убийств Это был стрик Да, это был стрик И покупаются телепорты И мне кажется Там все уже летят на бот Да, так и есть Да, потом начинается драка Действительно Молодец, Каракока На боте уже На боте уже закончилась Почти драка Но умирает Нет, не надшел Нет, это все-таки Только умерла Дарк Билла Не более того Пытается еще поймать Сэн Кинг Гау У него стоит самого здоровья Но Сэн Кинг, Нил и Камшиты Довольно-таки быстро Бежит на него Здесь спирит брейкер Инициирует Очень неплохо Не успел он, видимо, использовать Не успел Использует Вижен И вот, пожалуйста, тот самый Его, о котором ты говорил Дает сейчас огушение Сэн Кинг Спирит Здесь полетает И вот она первая спирит И Макфлай Вот она умирает 600 монет для саппорта Дарк Очень неплохо Так что Сэн Кинг Спирит тоже должна умирать Должна умирать На самом деле критическая ошибка от Лины Там был таймер Когда она могла поднять Его санкина После подкопа Она почему-то решила дать стан Мне кажется, он не успел банально Просто да Недоиграл Макфлай Обидно, конечно же Но вот начинается поворотный момент в игре Потому что сразу же Джекиру становится довольно-таки Богатым персонажем Как оффленер, можно сказать И во время смерти Лины Добирают коры Что самое важное И еще что важнее У команды Evolution Есть два кора Лина, которая очень богатая И у него все хорошо И Сварг Который дешевле, чем Джекиру У него все очень плохо Джекиру стрик сорвал Будем откровен Да, согласен Но это можно было умолчать, Егор В любом случае У Сварга большие проблемы В этой игре Им нужно как-то решать Тотуса надо оправдывать Нельзя От такого человека Спиритбрекер Бежит на Тониере Вряд ли он здесь бьет в одиночку У нас поддержка союзников Он использует функционативную способность Нет А, там четыре героя уже на подходе Да Не будет рисковать Надо было отойти Все он правильно делает Манки Кинг Не фриз засел в топе Пытается кого-то поймать Все-таки анимация Ультой балуется Балуется С Яшей Что-то ему лезет в курьере Наверное Телепорт Нет Просто телепорт Хотя Ванки Кинг такой уже дорогой Все-таки Т1 Разменивается с Т1 противников сверху Классический размен линии Продолжает здесь фармить сварк У него только Мэйджик Вэнд И Пауэр Трэсс Соответственно у них нету Ни Шадоу Блэй Шадоу Блэй Уже есть Шадоу Блэй Все Наконец же сварк возвращается в игру Можно сказать И одно грамотное убийство Усомленного саппорта Хотя на самом деле Здесь всех сложно убивать Только разве что Киро Это корм Тут скорее всего сейчас будет дота 5 на 5 И такая дота выгона Скорее всего команде справа Собственно Дайр Потому что там есть кольцо Макаки И Лонг Кулдон Ультимейт на Дэс Профит Которого сейчас довольно-таки Походу и нет Да все верно его нету Я вижу сверху по хп барам Нифрит Сколько же способностей по почте здесь оттукуют Но к сожалению Нифрит умирает Здесь хорошие только что используя EU У нас Фирид Брэкера спасают все А Ки Спирит засаден У него по-прежнему нету тима Терепортируется Терепортируется Убегает А Джакиро тоже здесь убегает И в это время убивает Натаниэль В одиночку Макфайя Или не в одиночку Не в одиночку скорее всего Потому что на Маккарте еще 2 героя было Да я вижу Но тем не менее Это еще одна критическая ошибка Что происходит Макфай Почему ты это заметил? У 4 героя с топа сместилась на бот У команды Рейдин Но Макфайя остался в топе и умер Видимо он хотел сплитпушить мне кажется Ну идея была такая Да И тем более летели не на Дарклифте А на Терепорте Угу Ну странное решение Макфай Ошибка макро ошибка Да Ошибается в плане макро Но ничего Еще есть запас прочности у команды Еще есть На 11-11 преимущества ни у кого нету Очень красиво Сейчас будет Еще одиннадцатая минута 11-11 Совсем красота Да Но пока что эта мечта не осуществима Не находит Да Есть ультимейт на матч 6 Скорее всего Уже кстати Спиритбрекер едет на киев спирита Хотят ли они здесь И если будет дальше въезжать Скорее всего Поднимут его на EU Скорее до сего Нет отменил Да ну там это смерть Смерть убийств Классная позиция у СК Да Он использует ультимативную способность Он поймет всю вражескую команду сейчас Но почему-то там показывают нам Как бьют Дарка Использует с ультимативной способностью Кстати СК Ворвался По-моему он отменил себе ультимейт Потому что Нет не отменил Он там урона нёс Там у Лины нет лови на здоровье Буквально здесь умирает уже спиритбрекер Лина тоже почти умирает Здесь все таки тоже умирает Его поймали Андерворд Используется ультимативным способом Не успевает Все таки он умирает От ультимативной способности Тарквилл Лина тоже умирает И выживает Киев Спирит Трипл килл Один Свард как выживает Киев Спирит действительно Человек который должен был выжить умер Мальчик который должен умереть Выжил Все как в Гарри Поттере Да Хороший здесь матч Пытается здесь что-то еще сделать Но почему-то он остался И Сайвенс И Свард Крифт у него желает Потому что кулдаун на Шэдоуэй Ну что же говорится Официальные похороны Четыре Как говорится Официальные похороны Команда Эволюшн Социальный дарвинизм в действии И ребята Все таки Просто пять уровней Пять тысяч монет сразу же преимущество Дресс Профит Магментально становится самым богатым персонажем Она только что отставала от Лины На три тысячи монет И все Испарилась Видел да Санкин принес себе Четыре мана И просто все съел И расторвал фулл мана себе Ну решили немного фруктов поесть Для здоровья Умирая Позиция на карте полностью меняется Если только что Если минуту назад Эволюшн был за фас прочности То все Все закончилось Испарилась преимущество Хорошо они задолжили файт на боте Изначально когда напали на них Кстати Соответственно без Лины В это время убили Лину в топе И после дождались Утимейты манши И разрулили ситуацию В топе свою пользу После хорошего урела Санкина Реально была очень крутая позиция Да Все было хорошо Санкин там действительно очень много чего сделал Унес очень много урона Всего в команде На самом деле очень Сейчас сплит пушит Очень 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 Слишком много Очень Давай избегать этого слова Используют Используют здесь Санкин Дуже сильно Сплит пушит линии Используют Иницируют здесь Блину И опять умирает здесь Лина Уже который раз Четыре Это блин Это счет манкики К сожалению Почти попадает здесь Пик трак К сожалению Используют все таки Всю команду вражескую отогнал Это позволил убить Спиритбрекера В одиночестве Сварка Underworld У Underworld нет ультимативной способности Он не допрыгнул Паунса Он не допрыгнул Он убивает здесь Дарка Не успевает нажать первый спел Скорее всего и погибнет за это Да Сварк умирает Унифрит Тройное убийство И возможно Кстати у него закончились стаки на пассивке И он не сможет больше отжараться Дейссен почти там умирает Тарквилл убивает И остается еще Минус пять игроков Размена дома Вторые официальные похороны Можно уже заказывать таблички Открывать семейный склеп У ребят все очень плохо здесь Девять тысяч монет преимущества А у Киев Спирита есть у тебя? А я даже его не нажимал Это конечно фантастика Он был в Куда А я понял хорошо У него уже есть Знаешь вот не нравится вот это вот То как играет Киев Спирит Потому что он очень часто играет Не то что псы и Вова Но он собирает предметы Которые спасают тебе жизнь В тех случаях когда это реально надо Это не все каждый герой это делает Не каждый игрок это делает Из того что я вижу На нашем турнире Потому что у Киев Спирита Всегда есть Блокинг Бар Когда нужен Блокинг Бар У него всегда есть Линкин Сфера Когда нужна Линкин Сфера Это очень важно Потому что многие об этом забывают Они думают что Знаешь ну я сильный У меня 6 лотов Меня не убьют А потом получает он там Оглушение на 24 секунды От всей вражской команды И все заканчивается очень плохо Киев Спирит к счастью Делает все правильно И из-за этого он побеждает Матч за матчем Он побеждает игру за игрой И у нас продолжается здесь матч Эсэпы решили немножко Разойтись Подготовиться Подзаработать деньги Потому что понимают что Преимущество которое у них есть Оно уже не такое уже большое Потому что 8000 монет на 13-14 минуте В турбомоде Это не какие-то судьбоносные суммы Надо ловить Подожрать противников по одному Зарабатывать абоненты Загонять их на их собственную территорию Уничтожить все внешние башни Вот так же что отвечает Сварг Зоро за тоже лаган Да хоромое дело Он Бокинг Бар кстати Собирает тоже грамотное решение от Сварга Киев Спирит подсказал Киев Спирит подсказал Киев Спирит подсказал В стиме написал Ну потому что там серьезно Там очень много чего можно законтрить С помощью Бокинг Барда Поэтому я очень рад что Он его собирают Хорошо кстати забирают Судя по минимуму Наконец-то Наконец-то забирают Рошана Вспомнили Вспомнили что есть камнеголовый товарищ С Эггисом Атакуют действительно Да забирают он на самом деле Очень долго без ультимайта Банши А Банша у нас откидывает Кнопки в миде Скорее всего поняли Поняли это все И Дорфила въехала Кстати очень хорошо в Скайма У них убьет скорее всего Скайма И заберет бесплатного Рошана Со стаками на нефрите И пойдут по виду со всеми кнопками Скорее всего заканчиваться Да игра в шаге от того чтобы заканчиваться Семь тысяч монет Это конечно не так уже много Но в целом В плане макро игры Набора персонажей У ребят из эсепов У дайеров все получше Плюс еще будет Аэгис Банальная математика Которую у нас обучают В школе говорят что 6 больше 5 Ой хорошо Ежать ноу У Инна из БКБ Натшел Да про чеку БКБ Да про чеку БКБ Нажал даст кстати попал Дастом но Фолловид не стал В иллюзию нашли Иллюзию Но видимо да Поняли что это иллюзия Да Часто бывает такое Въехали на киев спирита Чарджем и Поняли что нажали смок Есть аганим А что дает аганим спирит брекеру Он дает ультимейт по ОЕ А вот он дал ультимейт То он не по ОЕ Ну ладно не будем Это Рошана забрали да Да Аа да Нефри взял Аэгис Но у него очень мало здоровья Поэтому не так уж хорошо здесь Прямо сейчас его можно реализовать Смотрим Они фолловид Они пытаются идти спирит брекера Надо убить его все таки Конечно у него нет ультимативной способности Но все таки это очень важный герой Улетает он И палка Бам Отлично Отлично попал Но спирит брекер Он выигрывает очень много времени Для своей команды С чем он можно познать Использует он ультимативно Для крипов Чтобы только что сбежать Продолжает он гоняться Он танет время Они не поняли что произошло кстати Они не поняли что произошло Он нажал ультимейт на крипов И СК замешкался сразу Он не понял куда он пропал Сразу же начинается драка здесь Спирит БКБ Ультимейт Духи вылетают 0.35 задержкой Дайсент Костой телепорт Но скорее всего он не успеет Скорее всего не успеет Слишком мало здоровья У него 4 секунды не хватило И 46-45 секунд не будет уже Underworld Без него будет довольно таки сложно Firestorm хорошо отбивает вражеских героев И крипов И самое важное Что остается ультимейт на хайграунд А тавра падает очень быстро Да Согласен Там есть там уже и Джакиро Который поджигает эти башни Нужно быть крайне осторожным Лена пытается Расквартиковаться своими силеспособностями Но недостаточно всего этого Атакует здесь Спирит Брекер И ничего не смог сделать Умирает здесь Все это было зря Умирает Спектра Сларк был не в позиции Да согласен И там скорее всего Сгема В любом случае заметил А он стоит центр Пытается здесь использовать Ультимейт способность Скайверс Мэйч Никого абсолютно не убивает И цель всего команды Кингар Которого есть Аэльгис Это не самая лучшая цель Лена почти не попадает И почему-то Боится Очень боится Очень боится Нервишки видимо Нервишки Важная игра Важная игра безусловно Поэтому руки трясутся Это абсолютно нормально Уходит здесь команда СМ Опять же Играет они очень аккуратно Только что Два гема только что Я заметил у Дэст Профит в Кикбай Возможно он Кому-то сейчас скажет Что кто-то купил гем И возможно так и произойдет Великолепно Уничтожается Почти верхняя башня Дайер Все-таки Манкинг Под конец его защищает Линккун сферу Покупает здесь Манки Кинг Неплохой выбор Стоит отдать должное Там есть много чего Вот как раз таки Появляется гем Только не у той команды Которой я говорил Андерворде Есть смоки Есть смоки гем На Андерворде Это скорее всего Будет какой-нибудь Последний выход В кого-то там Выход последней надежды Шанс на камбэк Тотус Ищет жертву Но на самом деле Вряд ли он кого-то убивает С такими артефактами Ой, какой хороший бэкинг бар Да, сразу живой здесь Лина Лина моментально умирает У нее не был бэкинг бара И скорее всего боль стан Скорее всего здесь еще умирает И Тотти И использует он Не может Не может Не может Ультимейт Потому что работал Ультимейт Дашка работала Да, 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 да Обидно очень Дашка работала Вот вон механика Мне даже интересно Понял ли я это в этот же момент Прямо Сварг Это делал Ну это был Осознанный выбор Потому что такие элементы Особенно учитывая на то Что Дарквилл молодой Не знаю понял или нет Но нападая на Киев Спирита У которого кстати нет Аегиса Аегис Выбивали уже с Нефрита И нет бэкб на Сварке А, есть бэкб на Сварке Извиняюсь Хороший эпицентр Хороший эпицентр Хороший эпицентр в исполнении Сэнкинг гайда Буквально хоронит всю вражескую команду Сварка не стоит за здоровье Дандерворд уже умирает Умирает Так же еще и спирит брейкер И Сварка стоит только один скайверс Мэйш пишет Гуд гейм был поэт спектра Вероятно всего У них просто нет бэкб Они уже просто понимают Да, нет бэкбэков Таблички не горят Таблички не горят И к сожалению Игра закончена А мы поздравляем команду САП с выходом в 1-финал Киев СФ проходит в 1-финал Киев Они побеждают команду Эволюшн 2-0 Эволюшн дали конечно же очень неплохой бой В этой игре Можно сказать Очень дали неплохой бой в этой игре Эсэпы Ну давайте будем откровенными Они фавориты Они очень сильные Возможно все турниры Да Они могут вообще весь турнир выиграть В принципе Просто если соберутся Просто если смогут Придумать какие-то стратеги интересные А с выходом нового патча Это легко Мне кажется Можно подловить противника На чем-то неожиданном Потому что весь турнир почти Проходил на одном патче А тут новый Можно какую-то клинкза достать Это я намекаю Так его там еще апнули Самую малость Но мне кажется он Долго разменяется У него довольно таки Требовательный ультимейт от кулдауна Вот И если его вдруг Убьют в тот момент Когда он сделал крипа И потом он резится У него примерно минуты бездействия А это не совсем то Что нужно в турбомоде Поэтому у него кикс будет появляться Но не в турбомоде Немного аналитики от Егора Все-таки нельзя Топ-99 Европы Да Спасибо конечно же В любом случае Этот патч нужно еще почитать Потому что мы не успели это сделать За 10 минут Мы сейчас дочитаем Да Мы только увидели Что у Death Profit быстрее духи вылетает Но это мелочи конечно Там достаточно больше всего Возможно Я знаю то что Апнутная даркива была в этой игре У нас правильно Да Не дочитали мы там возможно До некоторых героев Но скорее всего тут И так бы их взяли Потому что это Я вижу что Не успеют Это все турнии герои Вообще обычно Кейкспирит как раз на линии играет Я первый раз вижу что он играет на Death Profit Возможно он флай украл Да Ну просто Кейкспирит как бешеный играет Это огненный рейд И поэтому в принципе Ладно В любом случае ребята Сегодня Это была вторая Бо-3 Она закончилась Напоминаю что Команда НЛ Команда НЛ И команда Эсеп Проходят На улайн финал в Киеве Который будет проходить 23 июня Жди следите за нашими анонсами Мы расскажем Где это будет происходить Первое место Будут забирать 40 тысяч гривен Это в районе примерно 90 тысяч рублей Что-то в таком стиле Поэтому Кейкспирит и компания Конечно же Вполне могут побороться За первое место Что ж С вами был Антон Вандербраун Иван Акамай И Егор И вторые финалисты Егор Белани И вторые финалисты Наши анонсы Ну что ж Да У нас еще два Бо-3 Где решатся еще Какие два коллектива Поедут к нам В Киев Для того, чтобы сыграть За призовой фонд Поэтому Оставайтесь с нами, дорогие друзья Будет очень много чего интересного Все-таки Это первый в мире турнир В формате Турбо Во всем мире Да еще и с денежным призом Поэтому Обязательно смотрите И оставайтесь с нами Спасибо И максимальный кузь Так, мы его перемогли Как всегда Моя кица просто не переможна Уже третья година стриму И никто меня не видит Потому что Моя кица не регулируется У меня уже болят колени Потому что У меня уже болят колени У меня нет стула Мне некуда деть свой лох Я не знаю о чем Мне норм Вот теперь норм Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok